Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня мы будем говорить на тему наследственной шизофрении. Тема, с которой сталкиваются и молодые, и среднего возраста мужчины и женщины, и также пожилого возраста. Почему наследственная? Потому что у героини моей сегодняшнего эфира бабушка, тетя, и она боится о себе. Потому что есть определенные комплексы несостоятельности, как жена, как мама, как женщина. Ну, впрочем, сейчас она нам сама все и расскажет. Ольга, добрый вечер! Добрый вечер, Дали! Ну, как бы начну я историю свою, которая началась примерно больше, чем год назад. Приходит, звонит мне моя подружка и говорит, Оля, я... Ну, она к вам позвонила, приобрела у вас руну, и, в принципе, ее личная жизнь наладилась. Она говорит, обязательно пойди, потому что это стоит того, потому что это изменится. Ну, я таки вам позвонила, я уже сюда попала, большое вам спасибо. И, как бы, я хочу разобраться со своей жизнью. Действительно, мое будущее темное, мысли о том, что, может быть, такие я попаду, когда они вот приходят случайно, но по поводу психушки такие вот приходят эти мысли страшно. А какие именно мысли приходят? Ну, вот просто, не знаю, она вот именно вот такая вот маленькая мысль. И жизнь закончится там. Да я не знаю, откуда она приходит. Вот она вот мгновение раз, и вот, ну, вот так вот решила, интуиция. Я считаю, что у меня ее нету. Ну, я бы не сказала. Если есть такового рода мысли, да, и они приходят к вам внезапно, вдруг, да, не просто так, значит, стоит задуматься, почему они приходят. Оля, вы закончили... Академию связи. С красным дипломом. Да, это мне получилось. Получилось. Вы экономист. Да. Вас требована. В принципе, да. Профессию вы состоялись. Да, в этом даже не буду спорить. Да, вас там уважают, ценят, вы четко знаете свою работу. Но как женщина, как мама, как жена вас нет. Не получается. На сегодняшний день вы живете с родителями, и у вас полностью отсутствие личной жизни. Вот давайте начнем с этого. Вы росли, и у вас постоянные комплексы. Чем они вызваны? Ну, как бы, я, в принципе, считаю себя довольно некоммуникабельным человеком. Когда ко мне вот, допустим, вот да, если взять знакомство, когда ко мне подходит молодой человек и говорит, давай познакомимся, все такое, начинаю ужиматься. Не знаю, мне становится не то, что страшно, а как-то не по себе. Я себя не считаю довольно открытым, довольно там, ну, вот из-за комплексов, которые, а нужна ли я этому человеку? В общем, куча вопросов, которые, на самом деле, не нужны. Ну, вы знаете, значит, вы не уверены в себе, правильно? Не уверены в себе. Есть это либо воспитание родителей. Ну, я думаю, что на это нарекаты нет смысла, потому что родители у меня. Вот в этом мне повезло. Но ведь у вас брат тоже одинокий, ему 27 лет, вам 29, и вы оба не состоялись. Правильно? Вы одиноки, это настоящее одиночество. Это не просто он женился, у него все хорошо, а вы одинокая. Это у вас у двоих именно одиночество. По-другому это назвать нельзя. Мы вернемся к нашему разговору, у нас есть звонки от телезрителей, говорите, слушаю вас. Ага. Да. Здравствуйте, Далее. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, мне 22 года. Вот беспокоит вопрос касательно работы. Сейчас на работе перетрубаться, и как бы приходится увольняться. Есть предложение с другого места, я бы хотела знать, примут ли меня туда, и как бы стоит ли. А что, скажите, пожалуйста, должность Анастасия. Администратор. Администратор. На данный момент должность, ну, и примерно такая же должность. Прекрасные карты, примут, и, в общем-то, это только начало. Почему? Потому что, возможно, через полгода у вас еще может быть предложение со стороны, и тоже хорошая должность, и хорошие заработки. Прекраснейшая карта. Спасибо вам большое, меня спасает. Всего доброго. Говорите, слушаю вас. Говорите. Добрый вечер, Дали. Добрый. Всегда с удовольствием смотрим ваши передачи. Очень приятно, что помогаете людям. И вот, конечно, дозвонились и мы. У меня такой вопрос. Ой, у меня есть дочь, ей 23 года. Зовут Евгения. Вот как-то никак не складывалось. Она закончила высшее учебное заведение, специальность есть, но никак не может найти работу. Куча этих собеседований бесконечных. И вот теперь вроде бы нашла работу, но не оформляют. Просто с испытательным сроком. Меня интересует, задержится она на этой работе. А какая должность, специальность? Должность? Ну, пока помощником. Чего? Кого? Начальника. Но есть какой-то перспективный карьерный рост в конце-то концов образования, же высшие? Вы знаете, очень сложно у нее с карьерным ростом. Здесь не совсем хорошие карты. Я бы даже не хотела вам отвечать на этот вопрос, потому что карту, вот может быть, вы видите с экрана. Да. В данном случае карта не совсем хорошая. То есть говорит о том, что человек постоянно становится жертвой обстоятельств, которые не зависят от него. Поэтому однозначно здесь стоит задуматься. Не могу сказать определенно точно, что это именно эта должность ее, и что она там задержится надолго, дабы вас не обнадеживать в чем-то. То есть ничего хорошего? Ну, я не могу сказать на один вопрос, что это ничего хорошего. То есть тут обязательно по возможности можно сделать расклад судьбы, посмотреть, с чем это связано, да, и почему все так именно. Почему такие карты? Потому что две из них абсолютно негативные. Хорошо, я поняла. Запишемся. Да, всего доброго. Спасибо за звонок. Оля, у вас бабушка, то есть мать вашей мамы, по женской линии, да, по линии матери, провела определенные свои годы, в каком возрасте? Ну, уже за 60. За 60. В психиатрической клинике здесь, в Одессе, да? Да, да, да. Вот, пять лет она болела, потом что случилось? Она умерла. Она ушла из жизни. Да. Родила она четверых? Шестерых. Шестерых. Походят пять сестер и один брат у мамы туда. И у одной сестры, мы не будем называть ее имя, в данный момент она вообще... Проявляется практически то же самое. Да, и возраст, она есть сейчас 39 на данный момент, то есть... Но там боли ей хуже, да? У сестры получается раньше и хуже, тоже после стресса. Да, да. До этого не замечались какие-то отклонения с психикой? Ну, в принципе, нет. Как бы, может быть, это не оговаривалось, но не замечалось. То есть, это, возможно, не афишировалось, да? Да, да. Но, я думаю, каждый это скрывает, потому что это страшно. На сегодняшний день у нее диагноз какой? Это называется какая-то нейронная инфекция, БАС, она определяется тремя буквами. Б, А, С. Это полное отмирание мышц, мышц. То есть, как бы, мозг работает, а мышцы уходят, это... То есть, человек уходит? Да. Человек уходит, врачи ничего не могут сделать, практически невозможно, да, с этим бороться? Выходит, что мы смотрели по всему миру, это не лечится. Такие люди, если живут, то, допустим, есть в Америке, там, где более продвинутые технологии, этот человек не двигается, легкие у него не работают, и только голова, все, это максимум, что работает из всего. У вас есть определенного рода страх, то есть, что с вами может произойти практически то же самое, но, возможно, с другими какими-то начинаниями, да? То есть, при любой ситуации, да, то есть, попадя в ситуацию какого-то краха, разочарования, неизвестно, что будет. Ну, да. Вот. Вы обращались к неким женщинам, к женщинам-целителям. Да. Причем обращались по поводу одиночества вашего, да? Как много вы посещали этих разных женщин, и оказала ли какая-то из них вам определенную помощь? Ну, как бы... Кто говорил, что вам светит это, 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 то есть, да, вот, кто-то говорил вам о том, что есть вот именно такая система родового наказания? Нет, про родовое нет, но говорили, что именно на мне, что, ну, как бы, первым инициатором была моя мама. Она идет, ей говорят, у вашей дочери проблемы. Я прихожу, они говорят, да, проблемы есть, меня, как бы, не знаю, ну, помогали мне, уходя от этого человека, у меня вот светлое будущее, я иду, ну, как бы, годы идут, а светлое будущее и настаёт. В плане личной жизни. Да, личной жизни, вот. То есть, в основном вы обращались по поводу того, почему вы не замужем. Да, почему я... То есть, вам беспокоит именно это, да? Да. Ну, как бы, на... О том, что есть вот именно по женской линии вот эта вот проблема болезни, это мы все, как бы, мы все знаем, мы надеемся, что это нас обойдет, но оно есть. А вот именно существенная проблема, это то, что я одна, то, что в личной жизни ноль. Мы вернемся к нашей теме, у нас есть звонки телезрителей, слушаю вас говорить. Добрый вечер, Галина. Добрый. Меня зовут Михаил, вот, и у меня такой вопрос, я хочу взять кредит на большую сумму с банка, но не уверен, как бы, смогу ли я рассчитаться. Михаил, кредит вы берете с какой целью? По поводу ремонта дома. То есть у вас вопрос, стоит ли брать в долг деньги в банке, да? Да. Сразу хочу сказать, что не стоит, не стоит, потому что карта искушений, конечно, стоит, карта, которая говорит о том, что вы можете взять эти деньги, но последствия будут совсем нехорошие, то есть я бы вам не советовала. Не искушайтесь на это. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. Говорите, я вас слушаю. Алло, добрый вечер. Добрый. Дали, здравствуйте. Меня зовут Светлана, мне 38 лет. Очень приятно. Я хочу, во-первых, вас сердечно поблагодарить за вашу работу, и всегда с большим нетерпением жду ваших эфиров, смотрю даже иногда ваши повторы. Вы знаете, вот я смотрю для себя, нахожу столько интересного, у вас всегда такие герои жизни. Вот истории, которые трогают за душу, я для себя очень много нового нахожу. Спасибо вам большое. Вы знаете, я очень люблю ваши передачи, никто на Одесском канале ничего подобного не делает. Спасибо. Но у меня такой вот вопрос, у меня, у нас мужем сын, ему 17 лет, он учится в одном учебном заведении, я не хотела бы говорить в эфире о каком, там назревает конфликт. Дело в том, что есть преподаватели, которые в открытую требуют денег, и вот мы не знаем, что делать. Либо забирать его оттуда, либо у нас мирно решится. Как зовут сына? Влад. Вы знаете, всё-таки вы его оттуда заберёте, потому что, конечно, карта мира присутствует, она, в принципе, первая карта выпала, но я не скажу, что это решится мирно, потому что, следовательно, следующие две карты, это повешенный отшельник, хоть они и в прямом положении, но это карта сложностей. Эта карта говорит о том, что мальчика могут закомплексовать, мальчик может войти в какие-то непонятные истории, друзья, то есть это могут не дать ему доучиться, то есть обязательно вы его заберёте. Вопрос с решением преподавателей вы не решите мирным путём. Я поняла. Вот по поводу дурных компаний, знаете, ему вот 17 лет, и мы, как родители, конечно, переживаем за него, чтобы он никуда, как говорится, не в лиг, потому что есть друзья, которые нам очень не нравятся с мужем. И я вот хотела у вас спросить, вот чтобы ребёнка уберечь, как говорится, не дай бог, от тюрьмы, от наркотиков, сейчас такое страшное время. Вот есть, можно заказать Руну, которая бережёт этот ответ? Можно заказать Руну. Телефоны мои на экране, вы в данном случае их видите, звоните, записывайтесь. Я буду работать в числа до 15-16 марта, потом я на некоторое время уйду в отпуск, и мы увидимся в апреле, поэтому спешите, заказывайте. Спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Оля. Вторая женщина, то есть вы систематически, периодически куда-то обязательно ходите, по наставлению мамы. Да. В любом случае, всё-таки кто-то работал, да, вы говорили, что кто-то что-то делал, и у вас стали появляться мужчины, отношения. Да. Одинокие, женатые, но вы уже, казалось бы, вот есть выбор, выбирай, вы уже не одна, но ничего, абсолютно. Ну, как бы, выходит, что да, один раз таки пробился, я, это было, как бы, у меня были первые, ну, не то, что... Я хочу заметить, всё, практически всё знакомство через интернет. Да. Виртуально, то есть вот так, вам очень тяжело, найти общий язык, то есть этот вот комплекс вам не даёт, на улице, в кафе, в ресторане, просто где-то у подружек с кем-то познакомиться, да, потому что вы о себе, мнение, что вы чего-то недостойны, да. Ну, да. Почему через интернет, и когда происходят те самые встречи с молодыми людьми, у вас всё это разрушает, то есть миф какого-то идеального человека, вы теряете к человеку интерес. Ну, не то, что... Ну, во-первых, общаясь с человеком по интернету, я как бы его узнаю, я уже перестаю его стесняться. В принципе, я думаю, что когда ты знаешь уже морально человека этого, то ты его уже, когда физически увидишь, у тебя уже не... Ну, его внешность не настолько большая. И выходит, что как бы с теми... Не интересует внешность. Да. Интересует... Ну, я лично такого не понимаю. Ну, как в интернете можно что-то увидеть? Ну, скажем так, слава богу, мне... Там на самом деле, знаете, такой сброд. Наверное, мне просто такие не попадали, потому что, в принципе, все люди, которые мне попадались, это довольно достойные люди. Я рада, что меня судьба от них свела. Но если этот человек ушел, то, по крайней мере, это был опыт, я что-то взял от этого человека. Почему эти мужчины вас научили? Что вы могли от них брать? И как долго общение у вас было? А, ну, в принципе, есть люди, с которыми я до сих пор общаюсь не вижу. А те, с которыми я виделись, к сожалению... Ну, максимум это было общение год. Это общение всей моей жизни, скажем так. Это перевернуло всю жизнь. А остальные как-то люди уходили, позная их. Ну, в принципе, да, наверное, интернет не все узнаешь. А потом уже непосредственно общаясь, то ты узнаешь полностью этого человека. Ну, даже не знаю, как так конкретно сказать. Но как-то узнаешь все равно человека больше. Чего или нет? Ну, вот как-то все странно. Я не могу это, конечно, понять до конца. Да, наверное. Мы вернемся к разговору. У нас есть опять два звонка телезрителя. Слушаем вас. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Очень приятно. Наконец-то получилось дозвониться. Спасибо. Радостно, что есть возможность получить совет. Ситуация такая очень наболевшая. У нас уже в семье лет в общем как не совсем правильной жизнью живет отец, муж моей мамы. Вот. И мы знаем прекрасно, что есть у него женщина. И при этом он очень-очень сильно выпивает, особенно в последнее время. И маме все тяжелее и тяжелее дается вообще с ним. Хоть как-то удается сживаться. Вот хочется понять, чего ждать дальше. Как зовут маму и отца? Мама зовут Людмила. Людмила. Ей 49 лет. Вот через пару месяцев будет 50. Ну, отца как зовут? Отца зовут Виктор. Виктор. Виктор кем работает у вас? Виктор бывший военный пенсионер. Это очень о многом говорит, в принципе. Ну, вы знаете, вот Виктор, возможно, ищет такое себе утешение с молодой женщиной, но от вашей мамы он не уйдет. Не уйдет, и маме как-то нужно с этим... Ну, все-таки он будет в семье. Вот я вытащила пять карт, и все-таки человек будет в семье. Вашей маме нужно как-то найти подход другой, возможно, переговорить вот с этой молодой дамой. То есть эта карта... Она не сильно молодая. Да, ну, моложе. Вот, но человек будет в семье. То есть из семьи его не уведут, и... А то, что выпивает, ну, совсем выпивает? Ну, то, что выпивает, это, возможно, другой вопрос, да. То есть это, может быть, это на нервной почве. Может быть, человек так себя успокаивает чем-то, да. То есть, может быть, это наследственно, опять-таки, кто-то в семье пил у него. То уже записывайтесь на приемы и фотографию берите отца. Да, мы будем смотреть, что его ожидает, его судьбу, его жизнь, либо ситуацию будем смотреть с мамой. То есть, что их ожидает двоих, да. То есть, поэтому у телефона на экране звоните, записывайтесь на личную консультацию. Спасибо большое. Всего доброго. Говорите, слушаю вас. Добрый вечер, Дали. Добрый. Вы наверняка меня вспомните. Меня зовут Александр, мне 30 лет. Я у вас частый гость. Я у вас все время консультируюсь по поводу своей служебной лестницы. Вот. И вы мне сказали, что в прошлом... Я был в конце прошлого года, вы мне сказали, что было в конце года предложение интересное, и мне стоит отказаться. Я вас не послушал, мне сначала нолики в голову влетели, а потом уже вашим словам. В общем, дело закончилось тем, что меня кинули банально, офис закрыли, деньги пропали, и люди пропали. И сейчас еще они на связь не выходят. У меня такой вопрос, смогу ли я как-то добиться? Добиться чего? Возврата денег? Справедливости, да, и вернуться. Либо найти этих людей. Вот как раз-таки справедливость и падает. Вы знаете, я бы вам советовала лучше не искать этих людей, потому что первая карта – это очень нехорошая карта, это карта зла, даже больше, не хочу в эфире говорить. А вторая карта – все-таки справедливость уже была, и где-то вы все-таки сам себя наказали, то есть это ваши ошибки. Это я уже понял. Это я уже понял. Скажите, Далиев, есть ли у вас такая руна, там, защититься от афер таких? Ну, да, руна есть, можно вложить в руну и изготовить абсолютно разное, поэтому прежде я бы хотела сказать, что внимательно слушайте, когда вам что-то выпадает, и когда вы смотрите в карты, ведь вы тянете своей рукой, нужно обязательно внимательно слушать то, что окружение, что происходит, чего ожидать и так далее и тому подобное. То есть вот думать только о каком-то… вот услышал, что можно там войти в какое-то дело, и на этом все закончилось. О завтрашнем дне думайте, пожалуйста. Понимаете, Далиев, я слышал вас, но не услышал. Да, да, ну, увы, бывает такое, да. Можно заказать руну. Наберите меня по номеру 795-8788, либо 49-79-58. Это телефоны для записи на консультацию личную, и мы с вами обязательно увидимся. Спасибо большое, до свидания. Всего доброго, до свидания. Вернемся к интернету. Да, вернемся не к интернету, вернемся к вашим виртуальным мужчинам, да? Нет, но я с ними же виделась. Виделись. Как много их было? У нас очень мало времени. Выходит, что именно те, с которыми получилось личное общение, это было три человека. Но заканчивалось в силу всего отношения, потому что они уезжали. И менялись обстоятельства, они уезжали, еще там, я думала… То есть это мужчины иногородние? Не всегда. Иногда бывали одесситы, но, допустим, предлагали работу вот одному в Днепропетровск, а другой вообще за границу уехал. И как бы тот, который в Днепропетровске, я с ним долго не общалась, поэтому мы разошлись, а тот, который за границу, там обещались такие истории, ну, то есть длинная, вот, я тебя заберу. Залзавушил. Да, а потом время проходит, и я понимаю, что человек просто ушел. Ну, не судьба. А что же еще из-за… Вот вы говорили о каком-то мужчине, который был женат. Что это за мужчина? Мы познакомились с ним в больнице. Я не знаю, как это так случилось, что стрела в голову, вот именно вот, или обходительный. Ну, как-то общение подошло вот… Ну, начали же общаться просто как знакомые, там не я одна с ним общалась, а все. И как оно так вот вышло, что пошло, пошло, пошло. Пошло, куда пошло? Общение пошло у нас. И получается… Близкое общение было? Да, близкое. Да. Он обещал, что он уже на стадии развода. Подожди, вот только лето, я разведусь. Вы понимали, что вы могли разбить семью? Это ведь тоже… Как бы, в принципе, он говорил, что там уже все, уже семьи нет. Ну, как всегда, мужчины склонны так говорить, что семьи нет, жены плохие. То есть я вот… Это был очередной опыт. Больше я в такое не верю. Ну, как бы… Но он мне говорил, что вот летом я приеду, и все будет нормально. Прошло лето. Опять он исчезает. Все мужчины из виртуального мира исчезают. Но они же были по жизни. Ну, это уже другой вопрос. По жизни они были не так, на самом деле, как оно должно быть. У нас есть звонок от телезрителя. Говорите, слушаю вас. Добрый день. Добрый. Будьте любезны, мой муж уволился полтора года с работы. Ему задавали 7 тысяч гривен. Суд присудил, передали исполнительную службу. Но пока никаких точных решений, когда ему выплатят зарплату, никто не дает. Скажите, пожалуйста, что значит ваш муж? То есть у него есть имя, дата рождения? Володя 70 лет. Сложно. Сразу хочу сказать, что сложно будет получить эти деньги. Но вы на правильном пути. Обязательно получите. Но немножко ждите. Потому что, возможно, это период 2012 года. То есть этот год вы будете ходить, оббивать пороги, добиваться. Решение, в принципе, за вами. Оно позитивное. Но я боюсь, что это все-таки либо конец года, либо начало следующего года. Спасибо большое. Всего доброго. Оль, ваши родители беспокоятся о том, что все-таки, ну вот есть у вас моменты вот эти, да? Прям вот видно, да? Вот общаясь с вами, видно, что вы с одной стороны человек здравомыслящий в какой-то одной теме. Вот в другом моменте вы не можете разобрать, где свой, где чужой, где плохой, где хороший. Вы сами понимаете, что вам от жизни надо. И подсказывают ли вам родители. Слушай, ну тебе уже 29 лет, уже пора внуков нам иметь. Ну как? Ну в принципе... Либо вы с родителями собираетесь жить. Нет, вообще, в принципе, такой фразы не было. Он там где-то говорил, что вот уже бы внуков. Но как бы, я говорю, с родителями повезло, может быть в этом ошибка. Надо для самостоятельности выгнать и сказать вперед. Да, начинай. Ну да. А мы выходят, что сидим, ну как бы, может быть, и ездят там, но это не оговаривается и вслух не говорится об этом. А что вы хотите в жизни? Вот ваш идеал, мужчины. И я, конечно, вам изготовила руну. Изготовила руну у вас после 42 лет. 40-42 года все-таки действительно шли срывы психологического характера. И могли быть в клинике. То есть у вас все-таки это кармически где-то. То есть все, что можно было, я сделала. Я вложила в руну, обязательно вложила вам замужество по судьбе, счастье в жизни семейной, рождение здоровых детей. И, конечно же, наполовину все-таки зависит от вас. Вот что вы хотите от жизни? В принципе, я хочу стать единицей в этом. Не там где-то так вот с родителями, а вот именно единицей самостоятельной. Это и в семье. И вот я уже дросла до того возраста, когда я уже все-таки хочу и детей. Я уже хочу стать самостоятельной и состоятельной. По поводу мужчины, ну как бы идеал, наверное, я его еще так высокий. Вот у меня что-то одна вот какая-то вот комплекс. Ну высоко-высокая. Говорят, что надо материализовать свою мысль. Дать задание. Да, может быть, в этом ошибка моя. У нас есть звонки телезрителей. Говорите, я вас слушаю. Добрый вечер. Добрый. Дали, я хотела задать вам один вопрос. У нас старший сын уже 21 год. Мы построили ему квартиру. В этом году он будет приезжать в отдельности, держить нас самостоятельно, заканчивать политех. И у нас родился за это время другой ребеночек, еще мы не ожидали. Вот два с половиной годика. И мы хотим вот в ближайшее время переехать с расширением. Получится ли у нас в ближайшие хотя бы полгода, допустим. Получится. У вас очень хорошая карта. Все у вас получится. Возможно, даже раньше. То есть в июле-август у вас идет карта переезда, стабильности, возможности. У вас очень хорошая карта звезды. Это исполнение желаний. Очень многое зависит от вашего мужа. Да, все получится. Да, да, спасибо большое. Спасибо, удачи вам, счастливо. Спасибо. Говорите, я вас слушаю. Добрый, Шадали. Добрый. Меня Николай зовут. Очень приятно. Хочу прежде всего обратиться к вам с словами благодарности. Мы с женой обращались в 2008 году. У нас тогда стоял вопрос уже о закрытии бизнеса. У нас небольшой швейный цех тогда был свой. Благодаря, конечно, вашим советам и руни на бизнес, буквально через полгода, что стало уже на свои места. На сегодняшний день у нас уже небольшое производство свое. Контейнера два мы уже купили на северном километре. В общем, огромная вам благодарность от меня и семьи моей. Спасибо. Дай Бог здоровья вам. Спасибо большое. И хотелось бы заказать у вас руну помощь для бизнеса для своих сыновей. Они у нас тоже начинающие бизнесмены. В общем, огромное вам спасибо. Спасибо большое, Николай. Спасибо за звонок. Я очень за вас рада, что вы встали на ноги. Помнить, конечно, я всех не помню. Телефоны, по которым можно записаться на консультацию личную, 795 87 88 49 79 58. Звоните, я буду работать числа до 15 марта. Потом мы увидимся с вами в апреле. Оля, ну, спасибо за участие. В принципе, все нам было понятно. Я думаю, что вы тоже для себя сделали какой-то некий урок. Что-то все-таки понимаете, осознаете. Примите в подарок руну. Я вам ее уже до эфира показывала, объясняла, рассказывала. Берегите ее, потому что она вам во многом поможет. Будет исполнять ваши желания. И все, что касается, как вы говорите, состояться в карьерном росте, у вас это и без руны будет, потому что у вас это идет по жизни. В этом у вас все, слава Богу. Все, что касается замужества и детей, вот у вас руна в руках. Большое вам спасибо. Можно я заключить? Я хочу сказать большое вам спасибо, потому что я рада за людей, которым вы помогаете. Я рада, что вы есть для помощи этим людям. Большое вам спасибо. Спасибо, Ольга. Ну что ж, уважаемые зрители, на этой ноте я бы хотела закончить наш эфир. Я с вами не прощаюсь. Увидимся с вами в апреле, где-то числа, наверное, с 10-го, с 9-го. Я на некоторое время, возможно, уеду отдохнуть. Ну а тех, кто хотел бы до 15-го марта записаться на консультацию личную, я жду ваших звонков. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok